Блэкаут, это Нью-Йоркский проект, придуманный в 2009 году Джошем Ренделлом и Кристианом Тором. Они предпочитают говорить о нем как об искусстве, а не о стандартном аттракционе дом с привидениями. Да и привидений там не будет, как не будет выпадающих из боковой стены скелетов или скримеров из-за угла. Туда не стоит отправляться к лаустрофобам, на головы гостям надевают капюшоны или повязки так, что они не видят ничего. Руки стянуты за спиной, движения ограничены. Если человек не привык терять контроль над ситуацией, уже само погружение в Блэкаут может быть для него травматичным. Создатели аттракциона подчеркивают, что не хотели бы, чтобы это было просто страшно, как от хоррора. Они хотят, чтобы их гости испытали реальную опасность. В истории нет вымышленных страшилок вроде вампиров, зато есть люди. Много. И не все одетые. Если гость почувствует, что все зашло слишком далеко, он может воспользоваться стоп-словом. Кристиан Тор, придумавший сценарий, как-то сказал, что хотел бы, чтобы люди ответили себе на вопрос, почему они не произносят его. Почему они не говорят стоп-слово, а позволяют издеваться над собой. Журналист Алекс Ревьела так вспоминает свой опыт. Я пробрался внутрь комнаты, ожидая, что кто-то выскочит на меня. В инструкции было сказано, войди в комнату 107, сними ботинки и носки, оставь их на полу перед кроватью, положи ключи на прикроватный столик, потуши лампы, ложись в кровать под одеяло. Спи. Я забирался в кровать, укрываясь одеялом так, чтобы, как маленький испуганный мальчик, в любой момент спрятаться с головой. Я вдруг понял, как темно вокруг. Радио внезапно выключилось. Попытался успокоиться, но это сложно, потому что я точно знал, что-то должно произойти, просто неизвестно, что именно. Я услышал, как кто-то приближается. Один человек вышел из шкафа, другой – из ванной. Оба одеты в черное. Они встали по обе стороны от моей кровати. Я говорил себе, что это просто актеры. Никакой опасности. Они легли рядом и прижались ко мне. Я не маленький парень, но один из них был просто огромный. И он дышал мне в ухо. Их дыхание становилось тяжелее и тяжелее, внезапно один из них схватил подушку и накрыл мою голову. Я успел подумать, услышат ли они стоп-слово, если что-то пойдет не так. Но они схватили меня и швырнули в ванную. Там горел красный свет. Один из них сказал, не говори ни слова, пока она тебя не спросит. Ей оказалась женщина, которую, как вспоминает Алекс, вырвала прямо в унитаз. Она велела ему искать свои таблетки, и в ванной обнаружилась целая гора пустых баночек, среди которых нужно было отыскать одну, с таблеткой. А потом найти ключ, который скрывался, где? Конечно, в унитазе. Незнакомка начинает вести психоделический разговор с Алексом, потом раздевает его и укладывается с ним в постель. Но то, что происходит потом, становится настоящим кошмаром. Женщина привязывает его к кровати так крепко, что освободиться самостоятельно он не может. А за ее спиной появляется кто-то. Это был парень в маске, застегнутый на молнию. Я кричал ей, чтобы она обернулась, но она не реагировала, к тому моменту я уже полностью втянулся. Он схватил ее и начал избивать. На этом моменте мне снова и снова пришлось напоминать себе, что это просто перформанс. Попробовал подергать свои путы, но они были крепко затянутыми, хотя, наверное, я мог бы их ослабить. Но я решил, что так не пойдет, я должен был пережить это до конца. Парень бил ее и бил, пока она не перестала двигаться. А затем он стянул одежду и начал изображать изнасилование, пока она держала мою руку. Скорее всего, на этом моменте и ломается большинство людей. Я видел множество сцен насилия в кино, но это было разыграно специально для меня. Когда все закончилось, Алекс услышал, ты будешь вспоминать об этом каждый раз, когда окажешься в темноте. Когда заканчивается фильм ужасов, зрители чувствуют облегчение, потому что все закончилось. Когда гости покидают жуткий аттракцион, перед тем, как оказаться на улице, они должны крикнуть, это никогда не кончится. Фото инстаграм, фейсбук. Фото инстаграм, фейсбук Ф continuing Субтитры подогнал «Симон»